Добрый вечер, друзья! Лучших бомбардиров 1-го дивизиона. Традиции в Алудь-Кавказе очень мощные, конечно. У СКА очень мощная атака. И сейчас второй опасный момент. Создают гости. В ближнем бою великолепен Ростислав Солдатенко. По штрафную. На дальнюю штангу подача. Ой, какая техника и удар в ближний. Блестяще все было сделано. Ну что, это Аван Чочиев? Нет, это Валерий Царукян. Так что правильно было бы сказать, наверное, что в прошлом. Атака Лани. Штрафной уже хозяева. Заброс на дальнюю. И суперсейв с линии ворот. Удается вынести мяч Исламу Имамову. Вот это да! Как сейчас Аланья не забила. Первая дивизион. Ну и почти что премьер лиги. Атака Аланья и Царукян. Но здесь надо забивать, конечно же. Я думаю, что это мега заслуженный гол. И не просто Аланья, а именно вот этого парня. Валерия Царукяна. Который фантастически обращается с мячом. Лично для меня это Валерий Царукян. Новая волна. Хабаровской атаке. Удар в дальний. Рядом со штангой прокатывается мяч. А вот это был уже Алиев. И это был один из самых опасных моментов за весь этот час игры у Хабаровского СКА. Могут влиять на ход игры. Они сегодня пытаются это делать прямыми фразами. Неужели здесь убежит Алиев? Сам с центра поля. Саид. Всех раскачал. Удар. И сравнивает счет. 1-1 Саид Алиев. Как же это получилось-то? Боже мой. Казалось, что ну точно сейчас в какой-то момент один из защитников сыграет. Вот здесь никто не пошел в подкат. Сначала потом, да, пытался что-нибудь хотя бы сделать Давид Шаолохов. Но раскачал его Алиев. Мишка не сориентировался. Мяч снова у него. Подача. Вот это классно. И голевую передачу Валерий Царукян добавляет к забитому мячу. 2-1 Аланья снова впереди. И снова гол красавчик. В падении головой. Недолго продолжалось вот это положение статус-кво. Сейчас направо Кротов. И стал цепляться за ногу и Мамова. И за руку тоже передача Царукян. Убирает под левую и в перекладину попадает. Ну что сегодня делает этот парень, а? Просто бенефис. Конечно, чуть больше активности видеть Ацка в концовке. Вот сейчас Шарль входит в штрафную и бьет в дальний. Или может быть это был прострел, который должен был замкнуть Алиев. Расстрел. Снова перекладина. Третий каркас ворот за матч. И промах Царукяна. Георг Биани на проходе, как будто должен был забить. А у Царукяна получилось вот такое неудачное падение. И финальный свисток дает в этом матче Александр Мушликевич. 2-1. Аланья побеждает.